В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я, Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного и нового произошло в городе Бресте. Смотрите сейчас. Государство предоставляет все гарантии для материнства, поэтому сегодня на Брещене положительная динамика по приросту населения. Анастасия Ноздрин-Плотницкая в стенах областного исполнительного комитета встретилась с теми, кто успевает совмещать материнство с активной общественной деятельностью и гражданской активностью. Для наших милых, любимых, дорогих в областном центре и его районах прошли торжественные мероприятия ко Дню матери. Жить для детей. София Бережная. Тех, кто не понаслышке знает, что такое настоящий мамин труд. Многодетные мамы города над Бугом и его районов. Сегодня наш выпуск получился тематическим, и мы посвящаем его всем матерям областного центра. Мама для каждого из нас – это самый дорогой и любимый человек. И неважно, сколько лет, пять или сорок, потребность в любви и заботе, ласке и тепле у всех одинаковая. Знаменательно, что в Беларуси День матери совпадает с одним из наиболее почитаемых и долгожданных праздников у православных христиан – покровом Божьей Матери. Она словно многодетная мама заботится о каждом своем чаде, духовно помогая и придавая жизненные силы. Именно в этот день в стенах Брестского облсполкома прошел торжественный прием. В зале – женщины, которые не только успешно справляются со своими материнскими обязанностями, но и являются лидерами общественных движений и организаций. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Торжественный прием по случаю Дня матери прошел накануне в стенах областного исполнительного комитета. В праздничный день в адрес самых красивых и целеустремленных, самых активных и талантливых звучали слова поздравлений от руководства региона. Спасибо большое за Ваш труд, спасибо за то, что Вы есть, здоровья, радости Вашей семье, удачи в Брестске, в дальнейшем. Но оставаться такими же прекрасными, хорошими, красивыми, чтобы Вас любили Ваши дети, Ваши друзья, Ваши родные и близкие. Всего доброго. День матери отмечается сегодня более чем в 50 странах мира. Не остается в стороне и Брестский регион. В области сегодня проживают 2693 женщины-обладательницы Ордена Матери, одного из почетных знаков, утвержденных президентом Республики Беларусь. В торжественной обстановке свои заслуженные награды получили еще пять представительниц прекрасного пола. Условия, созданные в регионе, позволяют как молодым, так и более опытным мамам чувствовать социальную защищенность со стороны государства. По многодетности действительно наша область занимает первое место. У нас 30% многодетных семей от всех семей Республики. Это очень хорошая цифра. 30%. Я хочу сказать, что наши женщины активно участвуют не только воспитывая деда, рожают их, улучшают, дают кусок ту жизнь. Но они, вы, то есть вы прекрасные общественницы. И мы гордимся вами, нашими женщинами. На торжественное мероприятие в облсполком были приглашены 24 женщины, которые успешно совмещают материнство с активной культурной и общественной деятельностью. Талантливые мамы успешно сочетают семейную и общественную жизнь, постигают серьезные профессии и занимаются творчеством. Вы знаете, совмещать миссию мамы и активную деятельность совершенно несложно. Когда любишь детей, когда ведешь активную жизнь, неравнодушную позицию занимаешь. Поэтому это все идет параллельно и в связке. Учусь, сейчас являюсь студенткой четвертого курса. Также являюсь участницей народного ансамбля песни «Ясница» Стриговского центра культуры и досуга, где играю на цимбалах. Ну и, естественно, роль мамы – это тоже самая важная роль в жизни любой женщины. Финальная точка мероприятия стал праздничный концерт. Перед лучшими представительницами прекрасного пола региона выступили артисты города над Бугом. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Один из самых светлых праздников – День матери – отпраздновали и в Ленинском районе города. Слова благодарности, восхищения и уважения звучали в этот день в адрес представительниц прекрасного пола. О том, как проходили торжественные мероприятия, подробнее в следующем материале выпуска. Не зря говорят, а рука, качающая колыбель, управляет миром. Прежде всего, своими достижениями и успехами каждый человек обязан своей матери. В честь милых и дорогих в Ленинском районе города над Бугом была организована целая череда праздничных мероприятий. Церемония награждения Ордена Матери состоялась в администрации. В этом году семь прекрасных и очаровательных мам района, воспитывающих пять и более детей, получили главную государственную награду. Самый главный праздник сегодня им устроят дети. Потому что я знаю, что творится в садиках, у меня самого ребенок еще в садике. Как давно эти дети уже готовят подарки, сюрпризы для мам, какие там будут концерты. А наш праздник – это маленькая толика того, что мы можем со стороны государства высказать слова благодарности, вручить Ордена. Праздник основной все-таки будут дарить дети. На торжественном приеме в администрации Ленинского района города Бреста присутствовали женщины разных возрастов, поколений, судеб, но всех их объединяло одно – материнство. В честь праздника представители вертикали власти организовали для главных виновниц торжества – милых, прекрасных и заботливых мам концерт, где женщин поздравила талантливая молодежь города над Бугом. Я благодарна нашему правительству, прежде всего, за внимание к женщинам-матерям, за понимание нашего нелегкого труда. И вообще, в сегодняшний день хочется пожелать всем, мамам, больше терпения, сил, здоровья. Праздник матери не случайно, по воле Божией, даже церковь отмечает этот праздник. И, конечно, он учрежден нашим правительством. Женщина, мать – это высокое имя. Для меня я самая счастливая сейчас. Праздничные мероприятия прошли и в территориальном центре социального обслуживания населения. В очередной раз в его стенах был организован праздничный концерт с участием талантливых коллективов Брещины. Искренние слова поздравлений звучали в адрес 26 мам, воспитывающих троих и более детей. Мы хотим тоже устроить праздник для наших многодетных мамочек, для пожилых мамочек. Не оставить вниманием всех, кто приходит к нам в центр. День матери – один из самых важных праздников, на самом деле. Как-то раньше не отмечался, а вот сейчас отмечают и день отца, и день матери. И мы очень этому рады, потому что мама – она же кто? Самый главный человек на свете. Мама – та, кто дала нам жизнь. И ты это понимаешь, насколько важно быть мамой, насколько это большая ответственность, и насколько это большое счастье. О счастье говорит весь мир. Оно бывает разным – мужским и женским. Женское счастье особенное. Оно не зависит от настроения, погоды, наличия проблем. Счастье быть матерью объединяет всех женщин на свете. В городе над Бугом в День матери состоялось множество мероприятий различной направленности. Наша съемочная группа побывала и на благотворительном концерте, который состоялся в стенах Грибного канала. Мероприятие носило название «Поговори со мной у мамы» и собрало вместе на одной площадке не одну сотню жителей и гостей областного центра. Подробности в следующем материале выпуска. Предваряла концертную программу выставка продажи сувенирной продукции, которую подготовил Центр социального обслуживания населения Московского района города Бреста. Вырученные от продажи изделий хендмейт средства пойдут на благотворительность. Поучаствовать в сборе денег можно было и просто в виде добровольного пожертвования. Мы решили совместно с общественным объединением наследия, что деньги, которые будут собраны в результате сегодняшнего мероприятия, пойдут на благотворительные цели. На концерт, который состоялся в стенах Грибного канала, жители и гости областного центра Брещина приходили целыми семьями. Этот праздник, как, наверное, ни один другой, является символом семейного счастья и благополучия. Как маме, мне хотелось бы пожелать всем мамам здоровых деток. Это самое главное, чтобы детки были здоровы, нас радовали. Будут детки здоровы, будем мы счастливы, будет радость в доме, будет мир. Вот это самое главное. В концерте приняли участие начинающие артисты и известные исполнители. Но музыкальные композиции и теплые слова – только часть подарков. Благодаря спонсорской помощи берестейского пекаря, мамы, которые работают родителями-воспитателями в детских домах семейного типа, а также мамы и ребят из проекта «Я пою» получили сладкие угощения. Однако в этот день без поздравлений и положительных эмоций не осталась ни одна представительница самой главной профессии на земле – материнства. Сегодня такой замечательный, светлый осенний день. Хочется пожелать им здоровья и вот такой вот красивой-красивой осени жизни, как сегодня день. Потому что счастье приносят дети. Всем хочется пожелать здоровья мамам, в самую первую очередь. Здоровья, здоровья, здоровья. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Субботняя программа «Буганфорум» посвящена главному событию недели – Дню Матери. Я, Виктория Сащенко, продолжаю выпуск. В нашем следующем материале речь пойдет о представительнице прекрасной половины – женщине талантливой, многогранной, творческой, широко известной в областном центре по ярким запоминающимся выступлениям на городских мероприятиях. Брещанка Ирина Чаусова выполняет песочные сюжеты на разную тематику. Ее талант разглядели далеко за пределами Беларуси. Однако, несмотря на множество достижений в сфере творчества, главным является материнство. Женщина воспитывает троих детей. О том, как все успевать и в работе, и дома, мы поинтересовались у нашей героини. Тему продолжит София Бережная. Для каждого члена в семье Чаусова их творчество занимает важное место. Если глава семьи супруг отдает предпочтение музыке, то Ирина вместе с детьми увлекается рисованием песком. Любовь к этому занятию у женщины длится не один год. Наблюдая за тем, как талантливо мама выводила рисунок за рисунком, сюжет за сюжетом, дети пробовали самостоятельно воплотить такие шедевры. Несколько тренировок под руководством хорошего наставника и результат налицо. Сегодня девочки, так же, как и мамы, выступают на городских и республиканских мероприятиях, показывают свое мастерство. Один раз попробовала, уже не смогла остановиться. Потихонечку стали приглашать, выступать где-нибудь. Потом девчонки подросли. Свою первую картину на песке Ирина Чаусова помнит до сих пор. На ней женщина изобразила человека, выпускающего из рук птицу. Это произведение ознаменовало начало творческого пути. Неоднократно Ирина выступала на мероприятиях, посвященных Дню Матери. Сюжет работ всегда отражал то, как сама женщина видит материнское счастье. Дню Матери я нарисовала спящую мать и обнимающую своего ребенка, новорожительную. Вы думаете, что в этом материнское счастье? Да. Вот почему-то так. Именно когда ребенок спокоен, ребенок улыбается во сне, во сне улыбается мать. Ей ничего не угрожает. Ее руки вот так вот, можно сказать, вот так вот ребенка закрывают от всего. К празднику Дню Матери дети Ирины Чаусовой подошли серьезно. Чтобы удивить и порадовать любимую маму, они подготовили оригинальную открытку на песке. По секрету нашей съемочной группе Маша Чаусова призналась, что очень волновалась о подарке для дорогого человека. Ну, я нарисовала то, что, ну, я подарила маме подарок, а она меня обнимает. Ирина Чаусова является основателем и руководителем студии пескографии «Миражи». Она обучает детей и подростков мастерству рисования. Этот вид творчества является для женщины способом самовыражения. Она уверена, что и другим он поможет лучше узнать себя, воплотить задумки и раскрыть потенциал. Свои таланты художница демонстрировала далеко за пределами Беларуси и продолжает совершенствоваться и показывать способности. В плотном графике сегодня сложно найти свободную минутку. А ведь важную часть жизни составляют дети. Внимание и забота о них – главное для многодетной мамы. Я хочу быть детям подругой. Мамой, защитой, опорой, но главное – подругой. Чтобы мне дети все рассказывали, ничего от меня не скрывали. Вот это, честно говоря, самое главное для меня. В этой творческой семье царят уют и гармония. Атмосферу старается поддерживать талантливая женщина и, в первую очередь, конечно же, мама. Чтобы мама была всегда доброй, всегда красивой. Мне хотелось бы, чтобы она вечно жила. Такие слова дороже даже самых красивых открыток и подарков, сказав их родному человеку не только в этот праздничный день. Вы сделаете вашу маму самой счастливой на свете. София Бережная, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Ко дню матери воспитанники Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Веда готовились основательно. Чтобы порадовать любимых мам, они вместе с педагогами учреждения репетировали не один день. И все для того, чтобы показать музыкальную программу, которая поможет создать праздничное настроение. Воплотить задумку, удивить и порадовать им действительно удалось. Наш корреспондент София Бережная расскажет подробнее. В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Веда Богдан Ярошук с трех лет. Сегодня в свои 13 он обладает массой талантов. Все творческие начинания всегда поддерживала любимая мама. К ее празднику мальчик готовил не один подарок. Изучил песню и танец. Таким способом он признался своей маме в том, как сильно он ее любит. Мы болели неделю, но на праздник мы все равно приехали, поднялись с кровати, приехали, чтобы выступить. Здесь у него и общение с детьми, и вот он участвует во всех утренниках у меня, он поет, танцует. Так же, как и Богдан, к празднику мамы ребята из Центроведа готовились серьезно, подошли к делу творческий, а главное с любовью. Каждый из номеров праздничной программы, песни, танцы, музыкальные мини-спектакли был воспринят главными зрительницами, мамами, с огромным восторгом. Празднуем мы уже его ежегодно. На этот праздник мы приглашаем наших спонсоров, кто нам помогает, наших родителей, мам. Ну, конечно же, главные участники – это наши дети. В нашем центре их 66 детей. Это все детки с особенностями в развитии. И сегодня вы увидите, насколько празднично все проходит. Это поздравление нашим мамам, всем женщинам, которые работают в нашем центре. Изуминкой праздника стало домашнее задание мам представления кондитерского изделия. Каждая из представительниц прекрасной половины постаралась на славу. Изделия получились самые разные, оценить такую красоту, а главное – попробовать смогли все. Вот такая праздничная атмосфера царила в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации ВЕДА. Создателями этого праздника были дети с особенностями развития, которые очень хотели, чтобы улыбка не сходила с лиц любимых мам. София Бережная, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Свою акцию в День матери провели и представители Совета лидеров Ленинского района города. Вместе с известным литературным героем – почтальоном Печкиным – молодые люди отправились в Брестский роддом, где встретились с женщинами, получившими новый статус в этот особенный день, и подарили небольшие сувениры. Вместе с активистами движения в учреждение здравоохранения отправилась и наша съемочная группа. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Сделать сюрприз для молодых мам, родивших малышей 14 октября. Именно такую цель ставили перед собой молодежные лидеры Ленинского района, организуя поездку в Брестский родильный дом. Для представительниц прекрасного пола молодые люди подготовили символичные памятные подарки. Хотим сделать счастливыми тех женщин, которые в этот день, в этот такой знаменательный день, родили деток. И чтобы, несмотря на то, что им там было тяжело, и все это прекрасно понимают, чтобы они порадовались за то, что, ну, потому что быть мамой – это огромное счастье. Совет лидеров объединения молодежи Ленинского района, заинтересованные в том, чтобы сделать жизнь в городе более активной и интересной. За время существования союза талантливых и целеустремленных было проведено более полусотни мероприятий. В роддоме подобная акция уже вторая. Это интересно нашему коллективу, чтобы традиции поздравлять матерей, особенно такой прекрасный праздник, как 14 октября. Это стала традицией, и мы в дальнейшем тоже рады принять всех, кто хотел бы поздравить наших мам в этот день и в любой день в году. 26 малышей появились на свет в День матери в Брестском родильном доме. Эта цифра, по мнению медиков, немалая, если учесть, что средний суточный показатель находится на отметке 22. Медики шутят. Наверное, малыши очень старались подарить мамам двойной праздник. Ну а сюрпризы от совета лидеров на этом не завершились. Под окнами родильного дома всех мам ожидал знаменитый почтальон Печкин с пожеланиями и поздравлениями. Ну вот и все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. В выходные погоду будет формировать скандинавский антициклон и холодные воздушные массы, поступающие из севера Европы. Сохранится холодная погода, преимущественно без осадков. В воскресенье будет пасмурно, облачно, но осадка в синоптике не прогнозирует. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 1 до 3 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 8. Существенных изменений в погодных условиях не принесет и понедельник. Ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный умеренный. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах от 2 до 4 градусов выше нуля. Температурный фон дня плюс 6, плюс 8. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова